Привет, ты на канале Мэджик Фэмили. Привет. Ты на канале Мэджик Фэмили. Привет. Я покемон Мэджик Фэмили. Подписывайся быстрее, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. Да, вот именно. Подписывайся. А я Эйван. А я Софи. А я Эйван. Привет. А я Миша лайк. Ставь нам лайк. И комментарии свои пиши. Кстати, а ты уже смотрел видео на Мэджик Фэмили? О том, что Мэджик Фэмили заболела. Я теперь больной заразный покемон. Аня в том видео рассказала, чем я заболела. Не показала. Я так не хочу болеть. Никто не любит болеть. Надеюсь, я когда-нибудь выздоровлю. А вдруг я не выздоровлю никогда. Всю жизнь буду этим болеть. Все будут меня бояться. Не подходить ко мне и не трогать меня. И Аня тоже гладить меня не будет. Я не хочу болеть. Юми, не плачь. Ладно. Так что потом сходи на канал Мэджик Фэмили. И вот на наш семейный канал, где мы снимаем с Аней. Да, и посмотри, что же случилось с Юмичом. Я ссылку в описании оставила. Вот, видите? Вы просто этого не видите, потому что Юми не поворачивается к вам. И это не очень заметно. Да, и лучше Юми особо не поворачиваться. И не показывать, что у нее там. Да, это не очень видно. Но на канале Аня близко показала. Это ужасно. Я не хочу, чтобы со мной все не дружили. Но во всякий случай, не подходи к нам близко. Да, а то мало ли это заразно. А ребята сходят, посмотрят ролик и поддержат тебя. А еще, кстати, в этом описании мы оставили не только ссылку на ролик. Привет, а я Киса Алиса. Да, вот там еще написано, когда мы с вами где встречаемся на выставке Winter Quest Show. 7 декабря в Москве в МВЦ Крокус Экспо. 3-й павильон, 14-й зал. Обязательно приходите. А мы принесем предновогодние сувенирчики. На собачьих-то выставках вы встречались, а на кошачьих еще нет. Так что увидимся. А Юмичу больной заразный покемон. Ненавижу болеть. Ладно, ребят, пора звать Аню. Чтобы продолжить нашу распаковку мини-слаймов. И уже закончить наши слаймы-гиганты. Чтобы проводить с ними крутые эксперименты по вашим идеям. Кстати, если вы помните, у нас 4 команды. У меня матовый гигант. На втором месте по размеру я. У меня все больные антистрессы, которые потом я буду лечить. А на третьем я. У меня космический гигантский слайм из прозрачных лизунов. Ну а на четвертом покемон со своим сопли-слаймом. В моем слайме все противные лизы. Приветик, ребятки. Ну что, давайте скорее закончим нашу распаковку мини-слаймов. Помните, в прошлый раз мы открыли фиолетовый барабанчик? А тут есть еще и коричневый такой. Кстати, Пушистике, не надо сторониться Юме. Ее болезнь не заразна. Но выглядит это реально ужасно. Я там в ролике про ее заболевание такое показала. Я такого просто никогда в жизни не видела. Фу, ладно. Ребята сами посмотрят. А наша сегодняшняя главная задача закончить уже ваши слаймы-гиганты. У этого коричневого очень много внутри золотых блесток. И он пахнет шоколадом. Ням-ням. Прям так и хочется его съесть из-за этого запаха. Сейчас скручу его вот в такой вот смешной милый рогалик. Это больше похоже на... Молчи. Я знаю, что ты скажешь Юме. Ну несъедобный рогалик. Ну ты понимаешь, да? Нет, 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 Юме нельзя. Нельзя Юме что это говорить. Тем более на нашем канале. Нашему каналу и так грозит опасность. Какая еще опасность? Короче, по цвету он явно в команду Юме. Вот этот возьми, Ань. Какая еще, какая еще опасность? О чем ты? Ну вы что, не в курсе про новые правила, которые вел Ютуб? Типа, если ты делаешь контент, который смотрит много детей. Даже если это просто вот такие вот добрые, интересные, смешные ролики как у нас. И даже если его все равно смотрят взрослые. Все равно Ютуб скорее всего закроет нам комментарии. Не будет отправлять уведомления нашим зрителям о том, что вышли ролики. И вообще люди не будут толком видеть ваш канал. Такие странные и необычные украшения в этом слайме. То есть, то есть, то есть наш канал умрет? Да, с новыми правилами Ютуба такое вполне может быть и очень быстро. А, и что нам делать? Похоже, только надеяться. А как же наши ребята? Которые смотрятся на наш канал уже давно. Которых мы любим, а они любят нас. Не знаю, пушистики, не спрашивайте меня. Я сама не понимаю еще пока что происходит. Лучше посмотрите какой офигенный и странный и необычный неоновый слайм. Прям реально как пленка. И какого у него монт света. Я просто все слова забыла. Я таких лизунов никогда не видела. Давайте проверим насколько он сильно растягивается. Ууу, растягивается он классно. И он такой блестящий, видите? Вообще огонь. Реально огонь. Я могу с ним антистресситься еще очень долго. У меня так всегда, если мне нравится очень сильно какой-нибудь антистресс или слайм, я могу залипнуть на очень-очень долго. Нет, ну он просто слишком шикарен, ну капец. Поэтому Ань, давай хватит, хватит залипать уже, клади его к Ивану. Ну да, логично, он же матовый. Наконец-то, Иван, тебе хоть какой-то яркости добавили. Хочу открыть слайм Софи-сан. На нем тоже прямо написано Софи-сан? Да. Да. И правда так, сейчас посмотрим, откроем. Достали. Ой, мама. Опять, опять этот, этот ёжик. Давай, Дань, что ты их боишься, они же не живые. Фу, да я знаю, что они не живые, просто они меня всегда пугают. Они как маленькие монстрики, когда их кладут. Но этот хотя бы красный яркий, поэтому по нему заметно, что он игрушечный. А по вот этим вот бежевеньким и черненьким они вообще прям страшные. Короче, слайм все равно идет к Мишке в больницу. Тогда открой вот этот барабан, еще один я нашла. О, точно, как же я его пропустила, я же выбирала барабанчики. О, ну вот где точно мини, так мини. Посмотрите, какой, какой малюсенький. И при этом в нем еще украшения есть. Красивый, но, но засох. Ко мне в больничку. Ну давайте еще один розовый попробуем, а? Хоть кто-нибудь из розовых должен быть здоров. Да уж, сейчас посмотрим. Вот видишь, Софиш, а ты говоришь, это я неудачник и рукожоп. Вот ты выбираешь слайм за слаймом. Хочешь найти розового лизунчика своего любимого цвета? И вот, пожалуйста, тебе опять больной? Опять Мишкину больницу эта тягучка, которая ко всему прилипает. Так, дайте-ка я выберу не яйца, так грибы. Домашнее лучшее. Че, правда грибы? Грибы можно полезть? Нет, Юмичу, во-первых, собакам нельзя грибы. Во-вторых, конечно же, это не грибы, там лизун какой-нибудь. А в-третьих, мне вот интересно, в такой малюсенькой баночке он же даже в мини распаковку попал. Какие могли быть там грибы, а? Так, ладно, посмотрим, кто же у нас тут такой живет. Грибной лизун нам еще не попадался ни разу. Ой, кажется, я из него драгоценный камень выдавила. Все твердые предметы убираем, а лизунчик очень даже хорошенький. Тянется прекрасно, не прилипучка. В нем еще так много темненьких блесток, а сам он светленький и получается как будто песочек, да? Короче, грибами не пахнет этот миник и смотрите, как он классно тянется. Прямо до тонкой пленочки. Отличный слайм, кому пойдет? Вообще-то по цвету это моя команда как бы. Окей, времени спорить нет, нам нужно торопиться. Еще один розовый слайм и кажется снова зомби, да что ж такое? Мне тут в голову сразу вопрос пришел, почему среди мини слаймов так много больных в отличии от больших? Вот вы только посмотрите, еще один лизун и опять затвердевший. Что-то уж больно Миша в мини распаковке везет. Нет, да это просто издевательство какое-то, посмотрите. Я взяла еще одного и он опять затвердевший. Либо точно дело в твоей руке, Ань. Либо мелкие засыхают быстрее, чем большие. И поэтому мини слаймы чаще испорченные, чем гиганты. Ммм, может быть, пусть ребята свое мнение в комментариях напишут. Но я все равно продолжаю думать, что дело в тебе, Ань. Открой что-нибудь, что выберем мы. Ну вот, к примеру, вот этот вот. На слаймы глаз надо иметь, я вот смотрю на него и мне кажется он тоже больной. Какой еще глаз, защит? А вот пусть ребята, слаймеры и даже не слаймеры, а любители напишут тебе в комментариях, что такое глаз на слайм. Кажется, он и правда испорченный и в нем опять этот пушистый монстрик. О, я в общем-то понимаю, Софи, что ты имеешь в виду. Что вот типа взглянул на баночку и сразу понял, что слайм там плохой. Ну-ка, ну-ка, сейчас проверю свой глаз на слайм, вот этот надо открыть. Ну что-то мне мало верится, что бывают такие люди, которые могут на глаз определять. А может это не люди, а собаки. А может и люди такие профи слаймеры. Фу, еле я избавилась от него, но тут красивая больничка у тебя, Виша. Вот смотри, Ань, мой глаз говорит, что этот слайм хорош. Сейчас проверим твой глаз. Третий глаз. Хм, открываю. И правда, тут матовый и очень даже неплохой лизун. В нем какие-то мелкие-мелкие голубые блесточки и как будто слегка немножко кинетический песок, из-за этого он кажется шершавым. Он не глянцевый, не прозрачный, не гладкий, но несмотря на это все, он вообще не прилипает и прекрасно тянется. Не знаю, какой там третий глаз надо иметь, но действительно Софи чаще всего, хотя у тебя тоже бывают промахи, ты попадаешь правильно и выбираешь здоровый слайм. А вот мне все время попадаются испорченные. Неужели еще одно пополнение в мою команду? Эй, Ван, не бурчи, у тебя и так самый большой. А этот с бабочкой я выбрала. Да, Мишанька, и похоже у тебя тоже третий глаз нормально работает, в отличии от меня. Хоть он и очень-очень маленький, при этом в нем много-много, я забыла опять это слово, кусочки фольги, осколки блестящие, как же они называются. Короче, красивенький, здоровенький и очень маленький лизунчик. Теперь проверяю свой третий глаз, этот выбрала я. Так, и... Да что такое? Может на мне какое-нибудь заклятие слаймовое наложено? Опять какой-то монстр липучий, растекшийся и конечно же вообще никаким образом не похожий на лизуна. Зато шикарно украсит Мишкину больничку. И правда у Миши так красиво и ярко. Что, Софиш, боишься проиграть в конкурсе красоты слаймов? Сейчас вот проверим третий глаз покемона. Ну что я могу сказать, даже неплохо. Ты, Юми, выбрала здоровый лизун. Маленький да удаленький в мою команду. Теперь снова очередь Мишкиного цвета с зеленого. Я всегда выбираю какие-нибудь баночки с украшениями, бабочки или звездочки. Да, мы знаем, Мишка, ты такое любишь. В слайме, кстати, ты выбрала здоровенький. Правда он даже не совсем зеленый, а в нем есть и розовые лизуны, они получаются как бы смешанные два цвета. А еще в таком малюсеньком слайме большой-большой пенопласт. Но это его совсем не портит, он очень даже хорошенький, тянется, к рукам не прилипает, такой блестященький, мягенький и миленький. А мне кажется, он бы мог войти в мою команду. Нет, Юми, Аня, скажи ей. Эй, ребят, ты не спорьте уже, у нас вон четыре штуки осталось. Давайте вот эти два белых откроем, даже не белых, а бежевых или желтоватых, я бы сказала. И если они нормальные, то мы их прям сразу и замешаем. Ой, вот в этом вот бледно-желтеньком, смотрите, донат, такой маленький мини-мини оранжевый пончик. В мини-слайме мини-пончик. А это что у нас тут такое? А здесь у нас тоже такой слайм не совсем белый. Скорее они по цветам похожи на сливочное масло. Между прочим, такой красивый нежный цвет получается. Сейчас смешаем их, они оба в отличном состоянии. И правда на сливочное масло похоже, сразу пожрать-ху захотелось. Ой, Юми, ну Юми, ну ей лишь бы пожрать, а? Ой, кто бы говорил, что-то Софи. Да уж, Софиш, ты-то любишь покушать еще побольше Юмичу. Ну что могу сказать, эти мини-слаймики действительно классные, из них получился неплохой обычный лизун. Осталось два последних одни, либо ко мне, либо ко мне, потому что цветы немного как... Шоколадный, Юми, шоколадный. Юми, у этого цвета есть два названия, коричневый или шоколадный, но никак не то слово на букву К. И этот мини-лизунчик, кстати, не совсем даже коричневый, а он перламутровый. Люблю я такие, но кажется он слишком липкий. Ну вот, ну вот, а я думала он в мою команду пойдет. Последние слаймы подводим итоги. Кстати, Эйвон очень символично, он матовый, а значит, если мне, мне, если мне удастся его усмирить, и он не развалится, и не будет прилипать, то он пойдет в твою команду. В общем, этот последний мини-лизун здоров, ничего тут не скажешь. Ура, 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 клади его ко мне. Ну что ж, ребятки, по размерам лизунов-гигантов, конечно же, побеждает Эйвон. Тут как бы даже, ну, просто спорить некак. Твой монстр реально огромный, целый тазик просто слаймового теста. По красоте в последний раз ребята в комментариях выбрали победителем Софишу. И ее безупречно подобранный по цветам и украшениям космический лизун-гигант. Вторая по размеру и безумно яркая Мишкина антистресс-больница. И на последнем месте по размеру и очень действительно странная Юмина, Юмина, Юмина плошка с этими противными лизунами. Теперь ребята должны придумать какие мы будем проводить эксперименты с этими гигантами. За этим мы и займемся в следующий раз. А ты иди и смотри новое видео на Magic Family. Да, новый ролик, ссылка в описании и здесь появится в окошке. И 7 декабря обязательно приходи на встречу в Крокус Экспо на выставку Winter Cat Show. Подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Не будь редиской.